Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ Утро утро, это телерадиоканал Страна.ФМ, первый и единственный в России. Сегодня мы вас будем вместе с Владом Кутузовым. Юлия Егорова, конечно, доброе утро всем еще раз. Кто смотрит и слушает Страну.ФМ, ну и мы прямо сейчас, как вы видите, а вы нас видите, мы совершенно твердо в этом уверены, мы не одни в студии. Как мы и обещали, к нам в гости пришла очаровательная актриса, театр и кино, звезда шоу «Уральские пельмени», молодая мама, жена. А потом комсомолка, там это спортсменка, все понятно. Доброе утро всем. И Лана Юрьевна, доброе утро. Ярый приверженец ЗОЖа, правильно? ЗОЖа, ну конечно, Ярый. На выходных я оторвалась по полной программе, со всякими плюшками и так далее, и запрещенными напитками, но я Ярый сторонник ЗОЖа, да. Слушайте, ну если начали уже об этом говорить, давайте продолжим тогда. Тем более для некоторых здесь присутствующих, она больная все-таки, и любимая одновременно. Как тебе, ну вопрос глупый, конечно, но он напрашивается. Как тебе удается-то все это вот, бабаловаться, злоупотреблять плюшками, да-да-да, а потом раз, и вот и красота идеальная. Не знаю. На самом деле, видимо, повезло, потому что ем я достаточно много. То есть я смотрю на своих подруг, которые там клюют по зернышку и при этом поправляются, не пойму. Вот, видимо, все-таки природа, хороший обмен веществ, потому что я, правда, ем очень много. Так мы тебе и поверим. Я читала у тебя в интервью, что ты не ешь практически пирожное, хлеба. Ну вот, сладкого, сладкого действительно я не ем, сладкое, которое продается в магазинах, то есть сейчас нам присылают еду, у нас спортивное питание такое, ну вот за исключением выходных дней, да, мы с мужем вместе, я все-таки его мотивирую тоже как-то схуднуть, кстати, что ему удается. Вот, и они присылают полезные сладости, всякие всевозможные запеканки там с соусом приготовленным. Но они это делают все, видимо, на сахарозаменители, и поэтому от этого не поправляешься. Илана, давай о еде мы еще поговорим, поговорим также об уральских пельменях, о кинофестивале обязательно поговорим, все это в ближайшем будущем, сейчас мы не на толку прервемся. Ты знаешь обо мне, каждый день, как на войне, на моей душе броня. Ну давай, стреляй в меня, новый день и мне опять, умирать и воскресать. Ненавидеть и любить, но тебя мне не забыть. И когда я прохожу на аэропортах сквозь рамы, на экранах спитны мои душевные раны. Если начал лечить, загляни в мою карту, каждый твой поцелуй равен микроимпорту. И когда я прохожу на аэропортах сквозь рамы, на экранах спитны мои душевные раны. Если начал лечить, загляни в мою карту, каждый твой поцелуй равен микроимпорту. Ничего не говори, это как огонь внутри. Это как винящий маг, но может у тебя не так. Это как кричать постой, с головой совсем пустой. Это как хороший джаз, это музыка для нас. И когда я прохожу на аэропортах сквозь рамы, на экранах спитны мои душевные раны. Если начал лечить, загляни в мою карту, каждый твой поцелуй равен микроимпорту. И когда я прохожу на аэропортах сквозь рамы, на экранах спитны мои душевные раны. Если начал лечить, загляни в мою карту, каждый твой поцелуй равен микроимпорту. Субтитры создавал DimaTorzok И когда я прохожу на аэропортах сквозь рамы, на экранах спитны мои душевные раны. Если начал лечить, загляни в мою карту, каждый твой поцелуй равен микроимпорту. А у нас в гостях сегодня Илана Юрьева, артистка театра, кино, звезда шоу «Уральские пельмени». Про пельмени мы хотим с тобой, конечно... Да, мы хотим прямо сейчас уйти в пельмени. Я не против, я хотела просто извиниться перед телезрителями, что я такая немножечко опухшая, потому что я недавно встала, но сняла очки, потому что хочется смотреть непосредственно в глаза, потому что я так не могу общаться. Илана, как люди, которые сидят напротив тебя, то есть мы, мы тебе можем сказать, ты выглядишь идеально. Ладно, ладно. Абсолютно. Хочешь свежесть. Не переживай про это. Спасибо большое. Смотри, ты уже пять лет в шоу. Да. Как ты попала туда? Ага. Да, такой вопрос, который задают всегда, но всем он интересен. Мы это не знаем, нам тоже интересно. Я просто знаю, что ты участвовала в шоу «Валера», и вот как-то... Да, вот этот скетч-ком, в котором я участвовала еще будучи студенткой, и я училась в Петербурге в Институте культуры, и ездила на пробы в Москву, и вот снималась в этом, значит, меня взяли вот это «Валера ТВ», вот есть так вкратце, не вбегая, и как раз-таки продюсером Андрей Рожков был этого шоу, этого скетч-кома, к сожалению, который не пошел, хотя юмор был очень такой интересный, сатирический, можно сказать, очень прекрасная такая передача, и вот как раз-таки с этого пошло, что вот эта камера, да, ручная камера, когда все ходят и снимают, да, потом это в моду вошло, но вот почему-то именно вот «Валера» не стрельнул. Но, с другой стороны, благодаря «Валере» ты попала в уральские фильмы. Через Валеру. Да, через Валеру, да, почему-то пригласил меня не Андрей Рожков, почему-то позвонил Вячеслав Мясников и говорит, «Ты не хочешь к нам приехать попробовать?» Я говорю, «Вообще-то очень хочу». Хотя ты не из Екатеринбурга, а ведь у ребят такая… Нет, я в Петербурге была тогда, да, то есть я в Москву ездила набегами на пробы всевозможные, потому что в Петербурге у нас снимаются всякие бандитские сериалы, всякое такое, там я уже везде снималась. Поехала вообще юморить туда? Да, я не собиралась юморить, но мне хотелось более чего-то такого позитивного, красивого, яркого, не таких вот всяких убийств, «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Литейный 4» и всё, что снимается в Санкт-Петербурге. А давайте мы сейчас перевёмся ненадолго, и совсем скоро, я думаю, знаем, как юмориться, Илане. А давайте? В «Уральских пельмениках». Совсем скоро мы вернёмся к вам, друзья, страна FM и с вами. Всем доброго утра ещё раз. Комната с окнами во двор, хмурое небо льётся с крыши. Утренний дождь пришёл, как вор, Я его поступь еле слышал. День начинается с малой войны, Между желанием поспать и побриться, Рядом в отчании сонной жены Что-то должно случиться. Я не богач и не бедняк, Я просто гость своей отчизни, Где почему-то всё не так, Как бы хотелось мне по жизни. В тесном уюте домов типовых, Бьётся душа, словно в клетке птица. Но мне по кайфу от мыслей простых Что-то должно случиться. Сегодня я за много лет Стыкну с души панельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, Моя неласковая Русь. Сегодня я к тебе вернусь, Моя неласковая Русь. А на стене плакат битлов, Видит в углу икону с пасом. Я не умел понять любовь, Значит, по жизни жил напрасно. Но пока утро неведомый свет, Где-то во мне, как лампада лучица, Кажется, я знаю точный ответ, Что-то должно случиться. Сегодня я за много лет Стыкну с души панельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, Моя неласковая Русь. Сегодня я к тебе вернусь, Моя неласковая Русь. Сегодня я к тебе вернусь, Моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет Стыкну с души панельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, Моя неласковая Русь. Чем больше знаешь, тем интереснее жить. А с хорошей музыкой интереснее вдвойне. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Только в нашем эфире ежедневно звездные гости. Новости, наука, исторические факты, кино, города России и мира. Культура, автомобили, путешествия, полезные советы, книги, спорт. Все краски жизни и лучшая музыка. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. А у нас в гостях сегодня актриса Илана Юрьева. И вот один из топ-вопросов мы уже тебе задали. Мы узнали, как ты попала в шоу «Уральские пельмени». Да, самая распространенная. А сейчас... Да, Илана, мне кажется, сейчас прозвучит второй из топ-вопросов. А может быть, он и первый даже. Про волосы, что ли? Послушай меня. Илана, ваши волосы, они прекрасны, пишет Дуся. Вы украшение любого видеоряда. Не хотите ли стать ТВ-ведущей? С успехом заменили бы многих из ныне присутствующих. Очень хочу, очень хочу, озвучиваю сейчас это здесь в студии, во Вселенную, что очень хочу иметь свое утреннее шоу, где люди будут вот как у вас приходить ко мне в гости. Но я еще хотела, чтобы мы что-нибудь там готовили, какой-нибудь легкий завтрак за 5 минут, ПП-завтрак за 5 минут. Ну вот видите, я вот уже рассказываю концепцию всю, которую хочу воплотить в жизнь. Слушайте, а здорово. Смотри, сейчас ты к нам пришла, а может быть через месяц мы тебе придем. Я вас обязательно приглашу. А ты делаешь для этого какие-то шаги, что ты предпринимаешь вообще там, ну вот как-то в эту тему двигаешься или пока это на уровне... Пока только озвучу запросы Вселенную. Да-да-да. На самом деле нужно сесть с авторами, написать это все и отдать на канал. Вот. Но я как-то все у меня вот... Вот я такая. Все откладываю, откладываю, но потом я думаю, что как-то я это все-таки сяду и напишу. Но все-таки вернемся к волосам, Илана. Где-то я прочитала, что ты их удобряешь, хотел сказать, смазываешь кокосовым маслом, да? Угу. Да? Это правда, да. Или это так от маска, и на самом деле они просто у себя такие по природе? Нет, кокосовое масло, оно вообще... Они у меня очень сухие по природе, правда. И кокосовое масло, оно их так здорово увлажняет, что это правда. Ну вот мастхэв для волос, вот твой, кокосовое масло. Еще что-то есть? Кокосовое масло, маски раз в неделю, обязательно. Лучше профессиональные, японские. Я вот обожаю японскую косметику, корейскую косметику. Что еще? Обязательно кончики помазать, тоже маслом. Вот будешь обо всем этом рассказывать в своем шоу. Хорошо, девочки, простите, не могу поддержать ваш разговор по некоторым причинам. Это мы еще про кератиновое выпрямление не забываем. Не надо, а может быть попозже об этом поговорим. Друзья, вернемся к вам совсем скоро. У нас в гостях Илана Юрьева. Я смотрю на тебя в телевизоре, ты. А я на диване, в городе энд дожди. Замыкание, бах, и встали трамваи. Травма черепно-московая. Моя любовь. Вот бабла накаплю и к тебе доплыву, да лечу, да еду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. А я на диване, в городе энд зима. Скоро выходы все, и входы завалит. Травма черепно-московая. Моя любовь. Вот бабла накаплю и к тебе доплыву, да лечу, да еду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне. Я так ждала тебя, Вова. Дурма, я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Дурма, я так ждала тебя, Вова. Дурма, я так ждала тебя, Вова. Приходил Тарантино, нажрался, говорит, и стал приставать. Я мне пьяная скотина. Я тогда ему так строго сказала, Квентин, может, ты, конечно, говорит, ты не заметил, но вообще я жду молодьку из России, а тебя, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая бабла, прикинь, бывает не до смеха. В общем, было трудно без тебя, Вова. Хорошо, что приехал. Под бабла накоплю и в тебе доплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. А ты улыбнешься и скажешь мне. Я так ждала тебя, Вова. А ты улыбнешься и скажешь мне. Я так ждала тебя, Вова. Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, доброе утро еще раз всем. Какой же у нас сегодня удивительный, потрясающий человек. Человек, который улыбает... Улыбка с лица, которого не исходит практически никогда. Илана Юрьева... Это мой девиз, улыбайся. Актриса кино, театра и звезда уральских пельменей. Да, хотя говорят же, что люди, которые работают в юморе и с юмором, они такие грустные, клоуны. Это правда. Меня все время спрашивают, у вас, наверное, на площадке на съемочной вы все время шутите, все время хохмите. Я говорю, вы видели бы наших мальчиков вне сцены. Это абсолютно даже немножко грустные, серьезные бизнесмены, которые, в общем-то, вообще не шутят, вообще никак себя не показывают. Наоборот, себя ведут очень тихо, скромно и так далее. А почему? Устают шутить на сцене? Ну, конечно. Я считаю, что если это твоя профессия, ты должен показывать себя на сцене. Ну, в жизни, не знаю. А бывает у тебя такое, что у тебя концерт уральских пельменей, нужно выходить, да, какая-нибудь прям такая вот роль, просто невероятная, да, там нужно шутить, там в барбе переплачивать настроение. Ну, вообще прям, что делаешь? Ну, конечно, конечно. А как? Выходишь на сцену, и все забывается сразу же. Ты же сама актриса, а сама это знаешь. Выходишь на сцену, и все. Я вот помню, даже вот маленькая выходила на сцену, я вот, допустим, перед сценой писать хотела, извините за такие подробности, выходила на сцену, там, танцевать или петь, и все. Мне сразу же ничего больше не хотелось, честно. Не есть, не писать ничего. Ничего больше, да, да, да. Я просто еще занималась профессионально бальными танцами, и мы все время на турнирах вот выступали, да. Иногда как пришли. Да, да, да. Поэтому я вот знаю это. Или там петь, я тоже за школу все время пела. А ты еще, я знаю, бы устраивала показы мод, переодевалась в какие-то бабушкин наряды. Я из бабушкиной одной ночнушки могла сделать 10 вечерних платьев. Я вот такой высаживала всех бабушкины коммуналки, а она тогда... А давайте мы о нарядах поговорим чуть позже, и в том числе о нарядах на кинофестиваль московском. Мы же обещали рассказать. Вернемся к вам скоро, друзья. Когда он просто смотрит вверх, а по небу так, облака, словно рисуют нам знаки и в руке застывшая рука. Я не хочу туда, аэропортами разбросанные города. Холода и дело времени, скомканные фразы на вопрос, когда голос потерянный. Даже если ты вернёшься скоро, это слишком долго, нужно по-другому. Самолётами вверх, разбивая сердца, миллионы дорог расходятся. Забывая себя, отпускаю тебя, Проще не знать, как всё сложится, и незачем ждать, и всё впереди, и на расстоянии про любовь, привычные верить в глупости. Мы забегаем на минуту переждать дожди, а потом снова по полюсам Буду ждать, я прилечу, ты только жди, даже не верится. В руках билеты, что за пропасть в этом времени? Хоть на миг что-нибудь измени, вдвое нас в безумном измерении. Дорога стелится, даже если ты вернёшься скоро, это слишком долго, Нужно по-другому. Самолётами бег, разбивая сердца, миллионы дорог расходятся. Забывая себя, отпускаю тебя, проще не знать, как всё сложится, и незачем не ждать, и всё впереди, и на расстоянии про любовь и привычные вери из глупостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А у нас в гостях актриса Илана Юрьева, молодая мамочка, кстати, вот о чём мы ещё не поговорили. Твоей доченьки Диане сколько сейчас? Два года. И, насколько я понимаю, ты весь свой график составляешь таким образом, чтобы твоя семья не страдала никаким образом. Ну, конечно. Как бы хочется найти такую идеальную гармонию, чтобы, в общем-то, и не быть мамой выходного дня, и при этом... Артистка ещё. Да, ещё при этом не хочется быть, как моя мама выражала, как ты когда сядешь дома с концами, ты станешь для своего мужа шкаф. Вот ты шкаф, да. То есть не хочется быть шкафом. Даже не зеркальной, а просто такой, да, плотяной. Да, да, да. И при этом как-то найти вот идеальный баланс, чтобы быть интересной мужем, реализовываться в профессии, и при этом быть ещё неплохой мамой, у которой воспитывает ребёнка няня или бабушка. Но у тебя всё жёстко в плане вот мамы, потому что я читала, что ты дочку хочешь научить и шить, и вязать, и быть рукодельной, и готовить. Ты сама всё это тоже умеешь делать? Это где? Я такое писала. А в одном из твоих интервью ты пишешь, что ты, ты говоришь, что ты очень любишь ведические практики. Мы же готовились сегодня. Мы знаем обо всём. Мы знаем даже то, чего не было на самом деле. Я просто сама не умею вязать и шить. И хотела бы, чтобы она была лучше, чем я. И хотела бы, чтобы она это умела. Но это очень важно для девочки, это всё уметь. Хотя бы не заниматься этим с утра до ночи, но, по крайней мере, уметь это во вред точно не пойдёт. Слушай, ну а вот ты человек занятой, очень активный, да? А вот всё-таки процент соотношений сколько занимает от всего времени семья, сколько занимает, ну, творческая деятельность, работа и так далее? Наверное, 60%, может быть, даже 70% семья, 60-70% семья и только 30% редкая работа. Мне кажется, для девушки это круто и правильно. Потому что в основном, говорят, для меня работа это 99%, а 1%. Редкая актриса может вот так заявить, что она готова идти. Для меня семья очень важна, потому что это мой тыл, да? Я себя чувствую очень защищённой. Я вот даже... Мне девчонки говорят, ну пойдём на московский кинофестиваль только девчонками. Девчонки, простите, что я вас выдаю. Кстати, мы обещали рассказать про... Не из моих уст будет сказано про платье. Да, да, да. А вы же были с мужем в итоге, я видела фотографию. А я говорю, ну девочки, мне так хочется пойти с мужем. Я потому что себя чувствую с ним уверенно, комфортно и защищённо как-то. Вот правда, даже на дорожке мне как-то с ним очень комфортно. Поэтому они такие, ну ладно, иди со своим мужем, везде со своим мужем ходишь. Хотя я не тоже замужу. Друзья, Илана Юрьевна у нас в студии. Мы вернёмся к разговору совсем скоро, через несколько минут. Я не богат, но чувствую себя словно миллионер. Глаза горят, когда себя лоплю я на мысли о ней. У нас полбака бензина и два пылающих сердца. Мы мчим под куполом синим, вдали от сплетенной версии. Запечатляем моменты, ловим ветер руками. Город дышит огнями, танцы под облаками. Снова путаем ночи, день и рассвет, и закатами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем тире между датами. Снова путаем ночи, день и рассвет, и закатами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем тире между датами. Чтоб эта жизнь стала больше, чем Ты рэп между дубами Я не богат, но чувствую себя словно миллионер Глаза горят, когда себя лоплю я на мысли о ней Начнем наш вечер с такого, танцполы, барные стойки В бокале что-то и кола, хочу сказать тебе столько Введем запрет на запреты, со мной останься собою Пусть этот день не проходит, пусть эту ночь мы заболем Снова путаем ночь и день, и рассвет и закатами Чтоб эта жизнь стала больше, чем Ты рэп между датами Снова путаем ночь и день, и рассвет и закатами Чтоб эта жизнь стала больше, чем Ты рэп между датами Друзья, доброе утро! Еще раз всем у нас замечательный, прекрасный, волшебный Илана Юрьева здесь в гостях Пока еще мы вместе И уже пританцовывать, все Доброе утро! Разбудили мы тебя! Слушай, давайте уже про платье, давайте уже про красную дорожку, про московский кинофестиваль Хотя бы чуть-чуть-то Давайте, что вам интересно? Так интересно, когда мужчина спрашивает про платье Ну ладно, ладно, спрашивай Я там просто емал, хочу, чтобы мне это сказали На самом деле, я особо к этому выходу никак не готовилась Потому что мы не собирались идти Надела просто обычное платье черное Фирмы Hair Flager Такое оно обтягивающее-обтягивающее Вот туфли, и все и пошло, собственно Я готовилась к прошлому году к дорожке А к этому году практически не готовилась Ну можно сказать, что победила Потому что все девочки, которые долго готовились надели платье в пол Они были мокрые по колено По колено, да Ужасная погода Да, было очень холодно И я прям вот так вот дрожала Я очень быстро сфотографировалась Прям вот быстро С мужем в обнимку Да, прям тык-тык-тык И все, и убежала вовнутрь, да Потому что было невозможно холодно Я вот замерзла И вот слышите, я это все последствия Московского кинофестиваля Я хрипшая Не-не-не, твой голос так же волшебный, как и ты сама Спасибо, простывшая И говорю, в нос А это правда, что ты своему мужу Калюш, мы про муж уже заговорили Вот чуть-чуть читала стихи на первых свиданиях Да, это правда Даже помню Что же я ему читала Хочу быть единственной Я хочу быть, да Да-да-да-да-да Не спрашивай меня, Влад, откуда я это знаю Именно это разбило его сердце или не только? А можно нам вот с утра пораньше для сейчас наших слушателей, зрителей, мужчин Ну вот так вот кусочек? Честно, вот даже сейчас пытаюсь вспомнить и уже не помню Представляете, читала и не помню Я хочу быть последней женщиной Не помню Да и давайте на следующий раз это оставим Хороший пол для того, чтобы встретиться Конечно У нас не так много времени, Илана, остается Давай, может быть, о том, что Не уболтанной, а вечной, ярким солнцем Ты вспомни в течение дня это стихотворение Давайте быстренько о том, что предстоит Какие концерты, какие выступления Да, в сентябре мы начинаем новый телевизионный сезон Съемок «Уральские пельмени» Пожалуйста, приходите к нам 21, 22, 23, 24 сентября Съемки в «Космосе» Концертный зал «Космос» Будут две новые программы Илана, большое тебе спасибо Время пролетело, как обычно, быстро и незаметно Можно было подольше, но вот Очень быстро у вас летит время в программе Спасибо тебе за то, что такой волшебный, позитивный, удивительный человек Настоящая женщина, которая умудряется совмещать и карьеру, и семью Просто тебе огромное уважение от нас Спасибо Спасибо, приходи еще Друзья, вам тоже спасибо Вернемся к вам завтра Пока